Дефицит парковок остается головной болью для столицы. Количество автомобилистов стремительно растет. Машины бросают во дворах, вдоль дорог, где попало и как попало, нарушая общепринятые правила. На детских площадках, тротуарах, газонах. Столичные власти предлагают решать проблему с помощью многоуровневых парковок, полагая, что строительство таковых поможет сократить дефицит мест. Двор в одном из новых микрорайонов столицы, в центре. Днем машин не так много. Автолюбители на выезде. Аншлаг будет вечером. Парковочных мест около дома минимум. Кто успел, тот и занял. Тут, можно сказать, почти в каждой квартире машина. Кто как может стоять. Кто на газон. Кто успел, тот. Частые аварии здесь бывают. Проехать негде. Задевают, цепляют. Автомобилей на улице города становится все больше. А парковочных карманов не хватает. Ситуация местами близка к критической. Рядом с некоторыми предприятиями машины не едут, а ползут. Брошенные вдоль дороги авто затрудняют движение. Недостаток парковок в Чебоксарах – проблема давняя, и она только усугубляется. Столичные власти предлагают взяться за строительство многоуровневых парковок. Это экономия земли и денег. Гектары столицы, как правило, дорогие. Лучше их использовать под жилищные строительства, говорят в администрации. Пока мы комплектуем документацию для размещения шести парковочных мест. В основном это на месте сносимых металлических гаражей. Это пересечение Игерского бульвара и улицы Кукшумска. Если вы помните, там очень огромное количество металлических гаражей стоит. Это юго-западные в районе улицы Эльмени, там внизу ближе к речке. В районе ЛЭП. Тоже как бы земля не совсем пригодная для других целей, а для размещения парковочных мест очень даже. Металлические гаражи будут сносить, поясняет главный архитектор. Земля там муниципальная. Договоры аренды расторгнут в одностороннем порядке. На месте старых гаражей, нередко уродующих вид столицы, возведут новые стоянки. Более современные и вместимые. Преимущественно надземные. Такие дешевле подземных, где немалые затраты на гидроизоляцию, вентиляцию и многое другое. Опыт в Чебоксарах был. Желающих на стоянку под землей не нашлось. Правда, как заманить владельцев авто в многоэтажной парковке на земле – тоже вопрос. Зачастую его решение упирается в стоимость парковочного места. Для нашего региона много уровней парковки. Это нереально. Они же будут больших денег стоить. А у нас люди не смогут их освоить. Просто вбухаются деньги. Это, ну, как говорится, чисто для того, у кого большие деньги, тот будет стоить. А для нашего региона это нереально. Они вот лучше сделали побольше здесь вот парковок. У нас места тем более хватает. Парковки можно делать. Все для этого есть. Они сделали, вот дома строят. А прекрасно знаю, что не пять машин будет. А машин будет много, а ничего не предусмотрено. Проекты шести многоуровневых стоянок в голове, пока их нет даже на бумаге. Проект коммерческий. В будущем администрация объявит аукцион, где должен определиться застройщик. Вот только незадача. Однажды торги проводили, но безуспешно. Аукционы были проведены. Не было участников аукциона. То есть они считают, что они не смогут потом реализовать свой объект, продать его, скажем так. Не видят прибыли от этого. На самом деле, на сегодняшний момент, если посмотреть, то все пытаются бесплатно поставить где угодно. Но не на парковки. Ну, даже те парковки, которые у нас платные, размещаются в густонаселенных жилых районах, они тоже на 30% заполнены только. Выход, я думаю, или убеждать людей, что тяжело, скажем так, или административно, включать административный ресурс. Если будет комплексная задача поставлена, и мы будем двигаться все коллективно к этому, я думаю, они будут востребованы. Ольга Григорьев, Андрей Шоклев, Республика. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!